Приближаются выходные, впереди много праздников, у православных верующих заканчивается Великий Пост. И вот чем побаловать себя, об этом мы поговорим с шеф-поваром ресторана «Сова» Азаматом Абдрахмановым. Доброе утро, Азамат. Доброе утро. Доброе утро. Ну, скажите, пожалуйста, в наступлении Пасхи, что вы приготовили нашим бурманам? Для наших гостей мы приготовили совершенно бесплатный набор для Пасхи. Что это? Это кулич, ну и крашеное яйцо, естественно. Так как это религиозный праздник, со своим руководством мы решили не зарабатывать на него, а внести в наш город и в наш ресторан такую атмосферу праздника. Это будет комплиментом к обеду, к ужину, к завтраку? Это будет в течение всего дня. Это будет комплиментом для всех гостей. Какого числа? Первого мая. Первого мая, в течение всего рабочего дня. В течение всего дня, да, люди могут либо на месте съесть, либо с собой взять, либо с собой. А, и даже с собой можно. А что нового в меню совы появилось вот именно из молекулярной кухни? Вот все-таки уже сколько, два месяца, да, вы? Да, два месяца. На самом деле цифры, которые... Сколько людей уже попробовали? Больше 500 людей. Больше 500 людей? Ну, есть хит-продаж, это, конечно, борщ, это селедка под шубой со свекольной икрой и безо из свеклы. То есть у нас ресторан русский, мы не отходим от своих традиций. Мы делаем русскую кухню на основе молекулярной. То есть применяем новые технологии. И те блюда, которые мы подаем, мы делаем акцент только на русскую кухню. То есть это каши, супа, десерты, ну, без куличей, естественно. И именно те блюда, они очень пользуются спросом. И люди даже некоторые просят с собой, но, к сожалению, эти шедевры в контейнер пластиковый, ну, никак не вещают. Надо специальный молекулярный контейнер. Азамат, а вот скажите, все-таки 1 мая, да, это не только религиозный праздник в этом году, так совпало, что майские праздники. И все-таки большинство наших горожан на майские праздники привыкли не к молекулярной кухне, а к первому выходу, что называется, на природу, к шашлычку. Вот расскажите, пожалуйста, вот что у вас есть из сочных шашлычков, какой-нибудь вот рецепт, который вы приготовили к этим майским праздникам? Маринад какой-нибудь, да, можно? Маринад. Мы в ресторане «Сова» начали продвигать очень хорошую тему. Это мясо на вынос. На самом деле это, с одной стороны, очень банально, но я могу подчеркнуть, мясо на вынос, килограмма мяса. То есть в магазине мы видим, что продается какое-то ведро, там непонятная жидкость и непонятное мясо. И какой-то непонятный килограмм, да. Если мы это все процедим, то навряд ли там будет килограмм, там будет грамм 600. Но мы мясо используем только охлажденное. Рецепт, по моему мнению, он идеальный. Туда идет фреш луковый, печеный чеснок и букет трав и специи. Мы это все храним в вакуумной упаковке при температуре минус 2 градуса. И этот вакуумный пакет с мясом может храниться до 8 суток, не вскрывая его. Это уже в продаже? Это уже в продаже. И он уже порционный? Он уже порционный, да. Продажа ждет килограмма. Для того, чтобы купить, нужно просто заехать или нужно записаться в интернете, заявку? Можно, конечно, заехать, но желательно позвонить. Желательно предупредить. Азамат, а вопрос все-таки как шеф-повару, можете? Вот вы один уже рецептик маринада нам добавили в копилку наших маринадов. А вот свой любимый рецепт, когда вы выезжаете на природу, я понимаю, что это, скорее всего, бывает очень редко, много работы, но вот когда вы выезжаете? Секрет. Секретик какой-нибудь. Секрет. Ну, давайте раскроем. Это секрет, на самом деле, пересекается с новым летним меню ресторана Сова. Это бараньи семечки. Здесь ничего пошлого нет. Это бараньи ребра. Бараньи ребра нарублены по 4 сантиметра, с добавлением соли, перца, чеснока и обжарены на сковородке чугунной с небольшим количеством масла. Азамат, ну все-таки майские праздники в этом году длинные, много праздников, а вот и впереди великий праздник Победы, 9 мая. Что-то ресторан готовит к этому священному для всех празднику? Да, я с вами, на самом деле, соглашусь. Это, на самом деле, священный праздник. Мы сотрудничаем всероссийским движением «Волонтеры Победы». Мы пригласили семьи ветеранов, пригласили в ресторан поужинать, пообедать, послушать фронтовую музыку, выпить 100 грамм. Ну и просто порадовать, просто лично от себя. Я просто хочу выйти и пожать им руки. Спасибо огромное, что вы пришли к нам сегодня. А мы напомним, что в гостях у программы «Нашо утро» был шеф-повар ресторана «Сова» Азамат Абдрахманов. Ну а прямо сейчас пришло время выпуска новостей. И спонсор выпуска – российский производитель трикотажа «Рехина».